Сегодня мы разберем ситуацию по четвертой стратегии на нефти, что усиливает данные точки входа и на что лучше обращать внимание. Так вот, когда идет стремительное нисходящее движение и оно идет вразрез с кумулятивной дельтой, то есть кумулятивная дельта в противоход очень агрессивно набирается. Это уже нам показывает присутствие профессиональных покупок или непрофессиональных, ну неважно, по крайней мере, что крупный капитал скупает нефть по скидке. Затем цена пробивает локальные уровни и образуются огромные HFT объемы. То есть вот эта дивергенция в общем-то и в дельте, потому что здесь дельта была на покупку, а тут дельта очень сильно идет на продажу по цепочкам тиков и дельты с ценой дает нам хорошую точку для принятия решения. Но так как цена потом идет в консолидацию, у нас часто появляется страх того, что собственно движение продолжится. С чем связан этот страх? Это связано с тем, что мы привыкли, когда идет пробой каких-то локальных уровней, а в данной ситуации это все-таки уровень. И закрепление цены ниже этого уровня, мы предполагаем, что после консолидации из технического анализа будет дальнейший вектор вниз. И потому в таких ситуациях заходить довольно страшно и некомфортно. Но нас они не должны пугать, так как если для шортистов это весьма комфортная ситуация, то есть если вот все объемы отключить, скажем так, и дельту тоже отсюда убрать, то по всем законам технического анализа здесь идет продолжение движения и шортовая ситуация. И если для шортистов это комфортно, то соответственно для лонгистов весьма опасно. Потому что покупать на закрытии рынка в уровень, естественно, никто не будет. И так как природа и свойства рынка двигаться вопреки ожиданиям, потому мы имеем последствия движения в обратную сторону. И причем даже перехай локальный, где сосредоточено большое количество ликвидности, она в принципе тут везде сосредоточена, потому что позиция, соответственно, которая здесь набрана, здесь будет легко уже разгружена. Вот в таких ситуациях, когда мы уверены в своей логике, в своем локальном преимуществе, лучше работать не исходя из ощущений. Потому что ощущения, в принципе обманчивые, рынок создает для нас такие условия, такие ощущения, чтобы мы заходили в комфортных ситуациях, психологически комфортных ситуациях, и они приносили нам, естественно, будут приносить убытки. И не заходили в некомфортных ситуациях, но именно такие ситуации, они сулят прибыль. Вот после того, как произошла разгрузка, действительно началось уже нисходящее движение. Всем хорошего дня, на связи, пока.